Здравствуйте, Любомир! Это видео про ваш одуванчик. Вот, смотрите, ваш одуванчик сейчас установлен с помощью двухстороннего скотча на мой тестовый объектив. Сейчас я вам продемонстрирую его работоспособность. Я запрограммировал фокусное расстояние 58 мм. И диафрагмы от 2 до 16. Я вам отправлю еще справочные материалы по работе с одуванчиком, чтобы у вас не возникало вопросов, на которые у вас пока нет ответов. Теперь самые главные моменты по установке одуванчика. Вот, смотрите, это мой переходничок без линзы с одуванчиком уже с установленным. Но принципы одинаковые для всех переходников, что с линзой, что без линзы. Сначала вы прикладываете калибр, вот у калибра есть ножка, ее вставляете в отверстие стопорное или в канавку, которая там есть, и накладываете калибр на кольцо, без одуванчика, понятное дело. И затем прикладываете одуванчик. Одуванчик должен касаться, не вдавливаться в внутреннюю стенку калибра, а касаться всеми контактами внутренней стенки калибра. Именно внутренней стенки калибра. Вот, приложили одуванчик и отметили его границы острым предметом на вашем переходничке. Сняли калибр, убрали одуванчик. Границы должны быть видны очень хорошо. И затем взяли вот этот маленький кусочек двухстороннего скотча, отрезали от него совсем небольшой кусочек и наклеили на ваш переходничок, на то место, где будет одуванчик. И сначала наклейте одуванчик на двухсторонний скотч, чтобы не ошибиться. Вот, когда вы наклеили его на двухсторонний скотч, вы его вставьте в камеру. Аккуратно берете, вставляете в камеру, защелкиваете. И камера вам должна показать диафрагму двоечку. Этот у меня пока одуванчик здесь не запрограммирован под конкретный объектив, поэтому показываю по умолчению 2.8. Ваш должен показать диафрагму 2. Если вы увидели диафрагму 2, значит вы правильно поймали место установки одуванчика. Очень аккуратненько снимаете переходничок с одуванчиком. Еще раз точно отмечаете границы передние, задние и боковые. И убираете скотч. И затем вместе наклейки одуванчика зачищаете черную краску до белого металла. Иначе просто на черную краску, на клей одуванчик не сядет. Затем обезжириваете все поверхности, в том числе и внутреннюю поверхность одуванчика, его донышко. И наносите маленькую-маленькую капельку клея, только ни в коем случае не из тюбика, а с помощью зубочистки, которая идет здесь у меня в комплекте. Я вам даю для нанесения клея. То есть маленькую капельку, чтобы клей не выдавливался из-под одуванчика. И делаете все очень аккуратно, чтобы ни в коем случае клей не попал на контакты одуванчика. Даже пары клея могут замкнуть контакты одуванчика. И затем прикладываете по отмеченным границам на клей ваш одуванчик. Даже если у вас чуть-чуть выдавился клей из-под одуванчика, ни в коем случае его не вытирайте ничем. Пускай он там подсохнет. Главное, чтобы он не попал на контакты. Когда он через несколько минут высохнет, вставляете переходничок в вашу камеру. И если вы увидите индикацию диафрагмы, значит вы все сделали правильно. Если, не дай бог, вы что-то сделали не так, и одуванчик наклеили неправильно, нет у вас контакта, я вас прошу, не отламывайте его. То есть, бывают случаи, что люди даже, вроде бы, как говорится, все сделали правильно, но не попали и контакт с одуванчиком у камеры отсутствует. Вот. Я в этом случае советую взять вот такой вот канцелярский нож и срезать одуванчик, но очень аккуратно. Но, в принципе, мой совет в этом случае, потому что достаточно часто люди изначально уверены в своих силах, а потом начинают паниковать, когда видят, что контакта с камерой нет. Я надеюсь, у вас такого не случится. Лучше тогда прислать ваш переходничок с неправильно наклеенным одуванчиком мне. Я не возьму с вас ничего за установку, переустановку одуванчика, вот в этом случае. Вот. Только за пересылку ко мне и обратно. Я надеюсь, что у вас все получится, одуванчик полностью, как вы видели, работоспособный. Вот, еще раз могу продемонстрировать. Вот, смотрите, здесь тоже у меня на этой объективчике установлен двухсторонний скотч, но только на внутреннюю стенку юбки. Вот. И вот, видите? Одуванчик полностью работает. Делайте все аккуратно, у вас обязательно все получится. Не торопитесь. Одуванчик очень нежный, требует к себе аккуратного отношения. И если у вас все получится, он прослужит вам долго. Сейчас я это все упакую и отправлю вам. Спасибо за покупку и спасибо за внимание.